Без праздничных торжеств. В Бийск пришла телеграмма от Путина. Будь в теме даже на самоизоляции. И как бейчане развлекают себя и не только в социальных сетях. Движение открыто. И чем сотрудники Бийского речного порта объясняют повышение стоимости проезда по наплавному мосту. В Бийске уже второй день обрабатывают остановки общественного транспорта. Всего в городе работают две группы. В специализированной организации работают две группы, как в восточной, так и в западной части. Планируется порядка 250 остановочных конструкций за эти два дня обработать. Обрабатываем раствором гидрохолорид натрия. Специалисты в защитных костюмах и противогазах обрабатывают все остановочные павильоны. Причем дезинфицируют не только металлоконструкции, но и территорию вокруг них. Жители Бийска к таким работам относятся с пониманием. Пока предусмотрена лишь разовая обработка остановочных пунктов. Но в дальнейшем повторная работа продолжится на центральных улицах. В Алтайском крае река вышла из берегов и подтопила региональную дорогу. В Солонешинском районе, где произошло ЧП, установлены специальные предупреждающие знаки. Ограничения снимут, как только ситуация стабилизируется. Между тем, согласно неутешительным данным синоптиков Алтайского СГМС, в ближайшие дни прогнозируется теплая погода. И первая волна паводка набирает обороты. Бийский уровень реки пока не представляет никакой угрозы потопления. Однако, согласно последним данным, воды в Бии стало больше. За сутки плюс 9 сантиметров. Напомним, что первую волну паводка специалисты прогнозировали как раз начиная с середины апреля. Но большой угрозой для Бийской зоны представляет не первая, а вторая волна. Вторая волна паводка. Обратно же по средним многолетним наблюдениям. Третья декада мая, первая декада июня. Период активного снеготаяния в предгорных и горно-таёжных районах Алтайского края. Приводит к волновому характеру повышение уровня воды в реке, что вызывает сходом коренной воды. Возможен рост уровня воды в реке Бия до опасной отметки и превышение её в границах города с подтоплением низменных участков территории города. В зону затопления при максимальном подъёме воды в реке в границах города подпадает около 1270 домов жилого сектора с населением. Более 3650 человек. Проезд по понтонному мосту стал дороже. Теперь, чтобы проехать с одного берега на другой, придётся заплатить 35 рублей. Руководитель Бийского речного порта пояснил, почему они пошли на такой шаг и подняли стоимость на 5 рублей. 13 апреля на плавной мост снова заработал. Его вернули на место после ледохода. И первые автолюбители, которые проехали по переправе, заметили, что цена выросла. Если раньше платили 30 рублей, то сейчас 35. Как рассказал по телефону руководитель речного порта Виктор Франк, мера эта вынужденная. Стоимость проезда не повышалась с февраля 2017 года. Изначально новый тариф планировали ввести в январе, но решили подождать. Сегодня стало понятно, что обслуживание моста обходится дороже. Кроме того, по просьбе горожан здесь установили терминалы. А это тоже дополнительные траты. Что мне заставили, ну как не заставили, они же кто проезжает, а почему у вас нет на мосту, допустим, того терминала. Вы сами понимаете, я установил терминал, выплатил, а теперь еще у меня там 1,8% отчисляю с этой суммы оплаты за переселение по терминалу банка. То есть как бы вот это же все дорожание идет. В эфире информационная программа «Будни». Мы продолжаем, и вот о чем мы расскажем далее. Без праздничных торжеств. В БИСК пришла телеграмма от Путина. Будь в теме даже на самоизоляции. И как бейщане развлекают себя и не только в социальных сетях. Президент России Владимир Путин направил в БИСК телеграмму. Сегодня ровно 100 лет исполняется Бийскому краеведческому музею. И хотя из-за введения режима самоизоляции все запланированные торжества пришлось перенести, сотрудники музея принимают поздравления. Одно из них от главы государства. 14 апреля 1920 года в Бийске появился музей. Тогда он назывался Народным. Одним из организаторов стал Виталий Бианки, будущий известный писатель. С 1967 года музей носит его имя. Сначала музей занимал всего две комнаты в здании купчихи Ивановой. Экспозиции размещали на втором этаже Народного дома, ныне Драматического театра. В 1926 году музей получает постоянную прописку в особняке купца Варвинского. В 1967 году открывают выставочный зал. Бийчане имеют возможность окунуться в мир искусства. С 1990 года исторический отдел размещен в особняке купца Осанова. А в 2010-м появился новый отдел – музей Чуйского тракта. Сейчас Бийский краеведческий музей – это не только экспонаты, но и люди, трудом которых создана уникальная коллекция Петроглифа Алтая. Собрана подробная информация о Чуйском тракте и Бийской крепости. Сохранены уникальные вещи бийских купцов, кумандинцев, алтайцев. Собраны работы местных художников. И большое внимание уделено поисковой работе пропавших без вести в годы войны. В настоящее время в музее ведется работа по созданию экспозиции к годовщине Победы. Она будет отражать боевые и трудовые подвиги Бийчан. Будет отличаться полностью. И информация будет совершенно расширена. Фотографии вот другие, которые уже лучше, четче сделаны. И, в общем-то, ну, смотрятся. Нам самое главное – зрелищность. Кроме того, по дивизиям по нашим. Есть новые данные о пути наших дивизий. Новые данные по количеству наших частей соединений Бийских, именно формировавшихся в Бийске. Поэтому все это будет представлено. Бийские пенсионеры не могут получить обещанную выплату к 9 мая. Пожилые люди не в состоянии доказать, что в годы войны они действительно трудились в тылу. Почему так трудно получить официальный статус, выясняла Ксения Сапко. К празднику Великой Победы некоторым пенсионерам положена единовременная выплата. Так, по 75 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также узники концлагерей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч рублей. Их в Бийске около тысячи человек. Однако многие бийчане оформить звание не могут. Некоторые лишились архивных записей, другие и вовсе не были официально устроены и работали за трудодни. Я посчитала, ну мне уже столько лет, а куда она нужна-то? Ну, в печку, да, всё. Таких историй в нашем городе много. Екатерина Арсеньевна Болдырева в годы войны работала на сахарном заводе, причём трудоустроена она была официально. Однако архив предприятия утрачен из-за пожара. Потом пожар был, пожар, где складывали это всё, и вот это всё сгорело. Вот. Документы какие-то, справки или чё. Ну, конечно, может быть, хотя бы эти списки были. Для того, чтобы получить деньги от государства, труженику тылу необходимо подтвердить свой стаж. Если документов нет, могут помочь бывшие коллеги. Тем гражданам, которым ранее этот статус не был присвоен, но они документально подтвердят периоды работы в годы войны не менее 6 месяцев, будет выдано соответствующее удостоверение. В том случае, если отсутствуют записи о работе в периоды годы войны в трудовой книжке, либо отсутствуют архивные документы о стаже, заработке, которые могут подтвердить периоды работы в годы войны, периоды могут быть подтверждены свидетелями, которые знают заявителя по совместной работе. Основная часть бейчан получили статус «Труженик тыла» еще в 90-е. Тогда это сделать было гораздо проще. Свидетелей было больше. Сейчас, если возникают вопросы по поводу оформления статуса «Труженик тыла», можно позвонить по телефону 34-42-61, 34-34-40. Специалисты пенсионного фонда помогут вам разобраться в ситуации. Ксения Цапко, Иван Зяблицкий, Будни. Отправка новобранцев в армию снова откладывается. Амбийский военкомат сообщил о переносе весеннего призыва до 6 мая. Если раньше на медкомиссию приглашались все молодые люди призывного возраста, то в этом году с большинством из них будет проведена дистанционная работа. Этой весной вызов военкомат получат только те молодые люди, которые подлежат весеннему призыву. При этом они уже уведомлены о том, что прийти на комиссию надо будет в масках. Напомним, что накануне военкомат обратился к бийским предпринимателям за помощью. Катастрофически не хватало средств индивидуальной защиты. Откликнулась компания «Эвалар». Сотрудников обеспечили столь необходимыми сегодня антисептиками, но для полноценной призывной работы этого все же будет недостаточно. Напомним, что в Бийск на комиссию будут призваны ребята из Бийского и Салтонского районов. При этом надо отметить, что и в самом военкомате собственными и доступными силами делается все возможное, чтобы обезопасить риски, возникающие от большого скопления людей. Отдельный вход сделали для призывников. Запасный выход у нас здесь в военкомате. То есть все перемещение через него будет. То есть дезинфекция и так далее. Будь в теме даже на самоизоляции. Сейчас на просторах интернета можно найти много современных развлечений. И речь идет вовсе не о играх. Одно из самых популярных – участие в челленджах. Это жанр интернет-роликов. Блогер выполняет задания на камеру, а затем размещает его в сети. После чего предлагает повторить все действия своим знакомым или же другим пользователям. Как ни странно, но бейчане с удовольствием втянулись в это современное направление. Что из этого получается, смотрите далее. Один из самых свежих – это Chicken Challenge. Название говорит само за себя. Главные атрибуты – курица и яйцо. А дальше что в голову придет? Спецэффекты здесь решают многое. Ролик создается из небольших кусочков видео. Кстати, в Бийске уже есть и завсегдаты. Одна из них – Элина Савельева. На самоизоляции девушка активно занимается своим любимым увлечением. Она снимает и монтирует видео. На ее счету уже несколько десятков роликов. Снимаю различные танцы, челленджи. В общем, заставляю людей не скучать на карантине. Ведь даже дома можно найти массу увлечений, чтобы активно проводить свой досуг. А вот и челлендж для любителей игры Sims. Здесь кто во что гораст. Меняй наряды и придумывай разных персонажей. «Плачу на техно». Композиция современной российской группы вдохновила фанатов на челлендж под их песню. Танцуют все дети и взрослые. Спортсмены не остались в стороне. Они тоже присоединились к популярному направлению. Приседания, отжимания, подтягивания в условиях самоизоляции сейчас как раз кстати. Ведь лето не за горами. Мы надеемся, что пляжный сезон все же будет открыт. И ваше красивое, подтянутое тело обязательно кто-нибудь увидит на берегу водоема. Принял эстафету от Паши Путюнёва. Максимальное количество отжиманий от стены на руках. Поехали. Хотите так же? Тогда придумывайте, снимайте, выкладывайте видео в соцсети и собирайте лайки. При этом по возможности оставайтесь дома. И настало время рассказать о погоде. Завтра, 15 апреля, в Биске будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. К вечеру оно повысится. Влажность воздуха тоже будет завышенной. Магнитосфера спокойная. И о температуре ночью плюс 2, плюс 4, днём плюс 13, плюс 15 градусов. И это все новости на сегодня. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Биск мой город», на ютюбе, а также на официальном сайте газеты «Биски рабочие» bivork.ru. Счастливо. Еще увидимся.